К другим событиям. Итоги выборов главы Михайловки, которые прошли в муниципальном образовании 23 сентября, были озвучены сегодня обл. избиркомом на встрече с журналистами. Проведение досрочного голосования обусловлено отставкой мэра Михайловки в марте этого года, а также территориальными изменениями. Городской округ был объединен с Михайловским районом, рассказывает Елена Мурмилова. Итоги выборов журналистам озвучил председатель обл. избирком Андрей Сиротин. Явка в Михайловке по итогам дня голосования составила всего 26%. Показатель невысокий. Тем не менее распределение голосов более чем убедительно показало лидерство одного из кандидатов. Главой нового муниципального образования стал Николай Семисотов, выдвиженец от Единой России. Ему отдали предпочтение 62% пришедших на выборы. Люди голосовали за Николая Петровича как за опытного хозяйственника, который уже на протяжении полугода занимается проблемами Михайловки и Михайловского района. Для него эта тема очень близка, поэтому человек практик и результат абсолютно обоснован. Люди доверили свои голоса, личности, практику и я считаю, что это очень справедливо. По словам Владимира Ефимова, лидерство Николая Семисотова на этих выборах обусловлено в первую очередь тем, что ранее он возглавлял Михайловский район и знает проблемы территории, что называется, изнутри. С этим согласны сами Михайловцы. Более того, итоги голосования показали, что жители поддержали и саму идею объединения города и района в одно муниципальное образование. Мы сегодня должны уравнять или приблизить услуги, которые могут получать как городские жители, так и сельские. Надо обязательно сделать таким образом, чтобы мы не делили людей на наших и чужих. А объединение как раз позволяет это все сделать. Люди оценили перспективы, люди поняли о том, что принятый закон идет на благо развития территории. И доверили свои голоса Единой России, которая инициировала и приняла соответствующий закон. И областные власти, и сами жители надеются, что глава нового муниципального образования сумеет обеспечить социальное процветание города и всего района. Ведь в свое время губернатор отправил в отставку прежнего мэра Михайловки Геннадия Кожевникова именно за бездействие в решении наболевших городских проблем. Освещение, дороги наши. Мы смотрим в нашем микрорайоне, там дорога немного, мусорки проложили, такую же асфальтировали. Были ямы вообще, ходить нельзя было. Объединение города и района, безусловно, даст новый толчок к их развитию, заявил на пресс-конференции Николай Семисотов. Подобное слияние, по словам избранного главы, только положительно скажется на инвестиционной привлекательности территории. Сегодня мы едины. Сегодня можно нашу инвестиционную привлекательность больше ее приподнять на этот уровень. Нам сегодня уже поступает предложение, что мы объединились, что у нас сегодня территория стала единой. В этом отношении мы выиграем и по рабочим местам, и по налоговой базе, и в дальнейшем по развитию всей нашей территории. Стоит отметить, что подобное слияние территорий – это общая федеральная тенденция, направленная на объединение местных бюджетов и комплексное развитие территорий. Елена Мурмилова, Олег Жиравский, телекомпания Ахтуба.